Ну что же, всем доброго дня, уважаемые зрители, с вами Рохаб, с вами Мила и Джем, и первая Бо-3 серия в рамках сегодняшнего дня, Team Unique против Bait, всем еще раз здравствуйте. Здравствуйте, дамы и господа, да, но стоит также добавить, что мы наблюдаем за СНГ квалификации именно замечательные The International, 10-й, юбилейный, многострадальный и пока покрытый тайнами, потому что неизвестно, будет ли он, будет, если будет, то где, когда и почему. Ну, надеюсь, на самом деле, вероятность того, что он будет реально очень высокая, потому что уже несколько стран заявили о готовности его принять, но и правда, когда это все случится, это будет уже интересно, надеюсь, что, в принципе, как и обещалось, все будет в августе по датам примерно. По-хорошему, если они собираются менять дату, то нужно прямо сейчас уже, ну, в ближайшую неделю, наверное, две, определяться, куда, в какую арену все-таки отправляться и рассылать инвайты людям, потому что людям уже нужно делать и визы, и так далее, это довольно долгий процесс, как правило. Все верно. И игрокам, комментаторам, там, кто будет работать на арене и прочее. Все верно. Итак, партнером трансляции у нас является Лига Ставок, самые актуальные коэффициенты вы можете найти именно на этом сайте, кстати, что по коэффициентам на этот матч. Давайте глянем, что там говорят наши друзья. И у нас 1.42 на юник и 2.75 на бейт. Вот такая вот у нас ситуация, по крайней мере, по первой карте, я так понимаю, но я думаю, что в лаве... А, тут уже даже поменялось. На бейт уже 3.35 по итогу, да, 1.20 на юник. Соответственно, ну, в принципе, фаворит у нас очевиден. Это даже несмотря на то, что юник свою первую серию проиграли. Они играли против пакчабов, да, ну и, соответственно, вот не пошло у них что-то. По поводу бейтов и их первой серии там тоже очень все интересно, потому что некоторые даже конторы вообще вернули деньги за этот матч, мол, он был слишком странный, что было максимально забавно, если учесть, что это был матч соло. И я думаю, ты понимаешь, как все по этому поводу реагировали. Очевидно. Нет, давай, нет, да ну нет, нет, нет. Никогда такого не было, да? Никогда такого не было, вы что, ну не может быть. Заграки самые честные люди, никогда нельзя на них наговаривать такого. Ну, на самом деле, я не наговариваю ничего, я, к сожалению, ту карту не видела или, к счастью, но я просто озвучила ситуацию, которая была вот в современных реалиях, скажем так. К чему это все? И несмотря даже вот на эти все моменты с тем, что Юник проиграли свою серию, бейты выиграли, фаворитом являются именно Тим Юник. Кстати, вот... Да? Да, да. Я хотела сказать, что мне очень нравится, как отыгрывает Ватсон в бейтах. На самом деле, возможно, даже не все настолько вот очевидно, как по коэффициентам. Да, я бы тоже не был настолько критичен в плане коэффициентов, потому что здесь пока... Ну, не знаю. Фантом Ланцер мне нравится определенно, Тимбер тоже. Луна, конечно, безусловно, крайне популярный кэрри в последнее время, но все-таки Луна... Ей очень долго надо фармить, много артефактов нужно, чтобы бороться с Пейлом на рану. С другой стороны, она может его просто на темпе переиграть с тем же быстрым момом, там, где-то в лесах, быстренько выформить артефакты свои, а Пейла могут и на линии задушить. Но, но, здесь и обратная ситуация может быть. Пейл с ранними артефактами прям выносит всех здесь. Поэтому я бы, на самом деле, на бейт пока, наверное, залил бы, если честно. Посмотрим, что на Ласпик появится, потому что от этого еще будет многое зависеть. Но Пейл мне нравится. Если у Пейла все будет хорошо здесь по игре, по идее, он должен побеждать. Тимбер против ДК неплохо смотрится, плюс Тимбер неплохо и против Белки, в плане того, что рубит деревья. Но Белка с Аганимом против Тимбера тоже хорошо. Это правда, это правда. Я про то, что изначально полегче с Тимбером Белку ловить, тоже есть какие-то определенные опции и так далее. Фантом, Лансер, ну, в принципе, один с там. Стандартный в корах сейчас Лумана тоже. Я думаю, что это 10 раз уже обсуждалось. Давай смотреть, что у нас остается по линиям. Бейтом нужно добрать себе мидера. Все-таки, мне кажется, Тимбера это третья позиция. Четверка, Энчантерс, пятерка, Леон. Потом Лансер на легкую линию. Ну и Бейтом, соответственно, нужен герой в мид. У Тим Юник все тоже достаточно просто. Как я понимаю, Худлинг у нас пятерка. Феникс четверка. ДК третья позиция Лумана, соответственно, первая. И также нужно добрать себе мидера. Посмотрим, может быть, они ДК ставят в миде. Как вариант, их сложно себе что-то возьмут снова в драфт. Против ПЛ неприятное. Потому что, ну, ДК против ПЛ отправлять, ну, не знаю, не особо хочется, мне кажется. Верк появляется по итогу. Эмбер спид. Эмбер, окей. Ну да ладно. Ну, слушай, я бы не сказал, что драфт бейт настолько плох. Вот прямо, чтобы на них вот такой коэффициент разгромный давать. Эх, гостик-гостик, что ж ты не купил Баттл Пасс? Сейчас бы посмотрели на молодого Драгонайта, эх. Кстати, по поводу Баттл Пасса. Как тебе? Ну как, рубим бабло. Что могу сказать? Ну, я к тому, что... Понятное дело, что деньги-то не идут за Баттл Пасс в Интернешнл, да, в призовой. Но все же в честь ивента, видишь, решили выпустить. Почему бы и нет? Ну, я не нашел там прям суперкрутых вещей, если честно, посмотрел в сундуки. И есть сеты, которые тебе за Баттл Пасс даются, например. Там один только сет нормальный с сундука увидел. Это на Войт Спирита. Там реально классный, где у него дейдаллс. Палка такая, типа, с двумя не дейдаллсами, а... Господи, как называется-то? Как называется, который из Орчата собирается кристаллис артефакт? Вол, я забыл. Из Орчата и кристаллиса? Ну да, который... Ты имел в виду Блаттор, но он уже так не собирается. Ну да, да, я... Ну, в смысле, там уже он по-другому собирается, он собирается через... Ну да, 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 но я его имел в виду, там у него палка, получается, два Блатторна, типа, с двух сторон. Выглядит прикольно. Да, ребята, на самом деле задержка имеется на трансляции. Смотрите, как это работает. То есть мы смотрим через ДОТА ТВ, поэтому у нас задержка немного по-другому сейчас работает. Первый раз в жизни мы чат читаем абсолютно в реальном времени, как бы это ни звучало. Так что всё по-другому сейчас. Вау! А это реально круто. Я всегда хотела с чатом пообщаться в реальном времени. То есть, представляешь, тебе пишут, что вот звук не очень, и ты такой бац, с мгновенной это фиксишь. Это же круто. Это реально классно. Ну, давайте смотреть в любом случае, что у нас здесь будет. Я всё-таки надеюсь, что бейты сейчас прям накачают ПЛа по-быстрому и пойдут в агрессию. Потому что ПЛ с ранним диффузами здесь прям очень много проблем доставляет. Ну, пока паузы. Паузы. Надеюсь, пауза будет недолгая. Так, ребята, Джема сделать погромче. А, Джем, поговори ещё с чатиком. Говорю-говори. Кому говорю-говори. Как твои дела, расскажи? Как настроение? Как квалификации? Ну, нормально в целом. Жара до канала, единственное, что. Вот. А так всё хорошо. Вот. Жарко, жарко в Москве, душно прям, невозможно. Уже в 7 утра просыпаешься и ты понимаешь от того, что пора всё закрывать, включать кондиционер и стараться из комнаты не выходить. Ах, я не знаю, у тебя нет тоже кондёра, да? Не, есть, есть нормально. А, у тебя есть кондёр, у меня кондиционера нет. Ну, спать мне сложновато, ночью всё равно жарковато, как ни крути. Это просто, ребята, кто в Москве, я думаю, что не только в Москве, но Москва вообще просто, я смотрела, бьёт рекорды, за 100 лет такой температуры не было, и все, думаю, прочувствовали эту жару на себе. Я к тому, что, я помню, температура была там что-то типа порядка 37, это нормально, но не было такого, что у тебя в 7 утра за окном уже 30-ка. Такого не было никогда, я к тому, что обычно там к обеду там полить начинал и так далее, а здесь ранним утром и уже за окном апокалипсис начался. Просто нереально спать, просто москвичи в 32 уже померят. Понимаешь, дело в том, что в Москве жара переносится гораздо сложнее, если, например, сравнивать с другими городами. Если, условно, ты живёшь особенно возле моря, и, допустим, тот же самый Ростов, люди там привыкли жить в такой жаре. То есть я много раз была в Ростове, у вас и море, в принципе, не так далеко находится, и климат в этом плане помягче, полегче воспринимается. А Москва, она вся такая, знаешь, как каменная, и духота в ней ощущается гораздо сильнее, чем в том же самом, я думаю, Ростове. Ну да, я вот, например, был в Челябинске, там 32 градуса, я нормально по улице шёл, даже не вспотел. Как-то, знаешь, не жарко было в Москве, но это всё невозможно. Да, вот Сеня написал правильно, бетонные джунгли, то есть это, правда, куча асфальта, и ты просто, не знаю, даже, это реально очень-очень сложно. Ну, особенно, вот, у меня нет кондиционера, у меня обычная съёмная квартира, соответственно, и вот это, так, у нас сейчас, возможно, будет ФБ. Ну, тут, да, будет сейчас драка, скорее всего, в хорошей позиции находится Юник, по идее, спалили смок команды Бэйт, и Бэйт понимает, что пора уходить. Да, решили не заходить на хайграунд. Странный загул какой-то от Бэйт получился по итогу. Совсем я понимаю, как они собирались ФБ делать через стан Леона, но Леону надо, очевидно, было первым пускать куда-то вперёд. Ну, они уже побоялись заходить на ХГ, и на самом деле в этом был смысл, я думаю, что это правильное решение. По крайней мере, они попытались, подумали, вдруг кто-то спустится, как-то подцепят, сами не ошиблись в том, что они не сделали ситуацию хуже, сами не пошли на хайграунд. И сейчас у нас будет драка за руну, только здесь Юники находятся вчетвером, и они эту руну должны отжать без особых проблем. То есть это в итоге для них три баунти-руны. По баунти они сыграли по позиционке получше. Да, 3-1 — это хорошее начало для них. Но, слава богу, ФБ не отдали бейт, и давайте смотреть, что по линиям будет. В миде у нас старый добрый Дэнди на ВРке, я так понимаю, против Эндерспирита. Здесь у нас война саппортов снизу начинается, Сёма вместе с Ноуфиром обменивать с любезностями. Да, кстати, Худвинг поставили на четвертую позицию, соответственно, и Феникс у нас будет стоять на боте. Ну, и, соответственно, по линиям Луна Феникс против Энчантрас и Тимбера. Тимбер сразу такой с Тимберчейном, как сейчас все качаются. Наглый, чтобы добивать крипов. Миди Эндерспирит, ну, Виндрейнджер, как мы и говорили. Ну, и, соответственно, на топе Фантом Ланцер, Леон против Драгон Найта и Худвинг. Да, конечно, тоже я хотела посмотреть, как высмотрелась моделька вот в игре уже, в проигре. Ну, в целом, мне, кстати, моделька понравилась. Выглядела очень красиво, и скиллы переработали, то есть постарались на ней явно валы. Ну, знаешь, если ты берешь модельку тупо из сериала анимационного, что там стараться-то особо выдумывать ничего не надо? Ну, хотя бы скиллы переработать, то есть тоже что-то они сделали. Ну, вот, например, Аркана, мне кажется, гораздо более переработана на ту же Спектру. Вот там, да, там очень много работы привели. Там еще с Арканой многие артефакты, по-другому выглядит Радиенс, например, Блодмейл и так далее. Да, и очень красиво, особенно мне понравился Блодмейл, как смотрится. То есть, я думаю, что вы обратили уже внимание, все уже посмотрели. Успел ли ты в ивент сыграть? Нет, не успел. Я не уверен, что буду играть. Это я так, знаешь, зашел, глянул, что там есть в батлпассе. Увидел отсылку к Джоджо. Все понятно, думаю. Валва после аниме мейджера начинают. И в аниме культуру уже потихоньку текать, так скажем. Так что ждем там, я не знаю, какую-нибудь няшную девочку в следующем аниме. Давайте, что-то такое. Ну, почему бы и нет. В этом ничего плохого. ДК на топе подразмяли достаточно плотно. Но пробить его до конца все-таки не уходит. Тем более у Гостика имеется Фласка, которую он отпивается первым артефактом, конечно, делать себе соло-ринг на этом персонаже. Но, в принципе, все по стандарту. Белка с Блайдстоуном, нападение на топе, на ПЛ. И связочка нет, не будет ничего. Потому что Дебри Гангер, их, в принципе, можно на этом моменте. На самом деле, могло бы что-то залететь. Но там ТСА вовремя дал подкоп. По Белке Белка не успела закинуть. По таймингу все. Поэтому да. Но в любом случае сложновато, конечно, забирать Фантом Ланс. Снизу продолжает напрягать, пытаться Луну. И минус Курьер, похоже, да? Да, на эфир там перехватил Курьера Луны. Не выйдет. ФБ пока не было. Да, ФБ до сих пор не было. Сверху драка у нас. У Ватсона очень мало ХП остается. Нападают теперь еще и на Леона здесь. ТСА тоже убегает. Но нет, все-таки фраг сделать не удастся. К сожалению. Так, возможно, Энчантрос сейчас будет перетяжку делать какую-то на центральную линию из леса. Судя по тому, что крепочек какой-то есть. Снизу у нас нападают, кстати, на Тимберсоу. Но Тимбер, ну не знаю, с Тимберчейном сейчас просто должен, по идее, убегать. Ну вообще еще непонятно, на самом деле. Конечно, реакция по Мору в двойку. Энчантрос подходит. И да, все-таки хватает урона. План Тимманс дотягивается. И вот как раз Бимчик. У него еще и стики были. То есть мог бы и дальше позволить себе пойти. В итоге фраг достается именно Луне. Что очень-очень приятно. Ну и то, что Тимбера забирают героя, которого и правда сложно забрать. Теперь можно с уверенностью сказать, что коэффициенты себя полностью оправдывают. Да, юники очень бонро начали. Здесь прям мне слабо верится уже, что Бейт смогут что-то сделать. Ну, Джем, слушай, пятая минута. Преимущество меньше тысячи золота. И в принципе только один фраг отдали. И сразу же комментатор. Ну все, на этом как бы ГГ, ВП играть нет смысла. Я бы сказал так, что тут многое было завязано на том, насколько хорошо стартанут кэри обеих команд. Я уже вижу, что намного лучше стартует Луна. И она только будет разгоняться, потому что ПЛ не имеет такой возможности быстро фармить, как Луна, например, за счет глэбов своих, да? Это правда. Особенно если будут стаки делаться для Луны, которая зафармит их и имеет возможности пофармить их гораздо быстрее. Но, честно говоря, вот Тимберу... Не сказать, что у Тимбера ситуация прям максимально плохая. Нет, один фраг это не проблема для оффлайнера. Сверху, кстати, нападает на Ватсона. Ему ни в коем случае погибать нельзя. То, что Тимбера забрали, это не так страшно. Страшно то, что Луну очень много фармят. Вот в чем проблема. И сверху не дофармливает жестко господин Ватсон на Фантом Ланцере. Очень много там у Драгонайта динаев, если обратить внимание. Так, у нас все, мы сейчас внизу. Может погибнуть или нет? Нет, не может пока. А вот Плантинос. Нападение достаточно серьезное. Тем более у Феникса не так много ресурсов. Есть фласка, в принципе. Но Луну зажимают под таворами. Еще буквально одну тычку нужно сделать. Идет время никуда до конца. Фласку нужно сбивать. Фласку сбивают. И Плантинос, конечно, очень долго монтит. Буквально еще один удар. Еще один удар. Но Тимберчейном дотягивается Тимбер. Можно сейчас еще и Феникса забрать. Курьер приходит. Но это даблкил для Тимбера. И под тавором все это дело происходит. Фитфест начался на самом деле. Так, смотри. А теперь Луна погибает. А Пэлта живет. И Луна какое-то время не фармит. Все равно не верю. Смотри, смотри. Пэлта уже по крипам дотягивается до Луны. Ну все, поменялось твое мнение? А Пэлт сверху умирает тем временем. Нет, он даже близко не умирает. У него 11 стиков. Ему сейчас тангус дадут. И в принципе будет Пэлт жить еще в вечность. Виндренджер. Как себя чувствует? 40 крипов. То есть у Виндренджера и у Эмбера прям таки одинаковая ситуация. Ну то есть сейчас вот Дэнди пауэршотом добил лесных. Но я думаю по Нетворсам там очень близко друг к другу будет. Да, так оно и есть. То есть там разница совсем небольшая и плюс Дэнди впереди. Чуть-чуть лучше совсем. На 100 золота лучше мид отстаял. Сверху. На. Леон погиб. Перетянулся мидер. Ну опять же. Довольно легкий фраг. В идеале бы конечно поймать Фантом Ланцера, но Фантом Ланцер уже предусмотрительно улетает вниз. Наверх перетягивается также Тимберсов от Команда Бэйт. И против него особо ты и не попушишь, наверное. Поэтому героям команды Юникам придется вернуться обратно на своей линии. Так, Леон здесь подобудить Боттл решил для Дэнди. Чтобы были ресурсы. А ДДК летит тем временем, я так понимаю, ПТшечка, судя по всему. Луна через Мом будет играть. А сейчас я играю через Мом, как правило. Ну то есть это тебя очень сильно ускоряет по фарму. Просто уходишь там в леса. Либо тебе тиммейты стакают, либо ты сам себе стакаешь. Очень много скорости атаки, соответственно и урона. И это все очень легко забирать в миде. Опять очередная смерть Леона. Второй фраг уже для мидера команды Юник. Довольно легкий. Так, ну а сверху идет уже давление от Тимберсов. Под вышечку там он заходит. Драгонайт ему, к сожалению, ничего не может сделать. Самого Драгонайт и неплохо пилит. Здесь Ноуфир, кстати, тоже может поставиться сейчас на речке. За ним погони от Эфена. Но слишком много захила. И дэмэджа не хватило, чтобы занюкать просто здесь Энчантрас. И фрага сделать не удалось. Ну, хочу отметить, что, в принципе, сравнялись по Нетворсам. То есть, опять же, тысяча преимуществов была за Юник. А теперь уже вот меняются. Туда, в принципе, там 200 золота. Обратно 200 тус золота. Луна на первом месте по Нетворсу. Она все-таки фармит. И правда, на стадии лайнинга чуть получше подстояла. Фраг один имеет. И как раз это был фраг First Blood. Так, нападение у нас на Ноуфира. Тут рядом Белочка. Забирают Энчантрас. Ну, здесь Энчантрас зашла слишком глубоко. Но в целом, я так понимаю... Ноуфир пытался какие-то ворды расставить. Не-не-не, он сам заходил на целенаправленно на Худвинг. Пытался забрать ее, но это очень странный момент был. Очевидно, что там не хватало урона. Никак он сам виноват. Его за это наказали. Перенаглел, получается. Ну, случается, что я могу сказать. Я могу сказать, единственное, что за 10 минут Дэнди пока с линии ни разу не уходил никуда. Возможно, пора уже что-то придумать с командой вместе. Смог какой-нибудь, может быть, разбить, организовать атаку. Нет? Нет, ну ладно, продолжаем фармить. Ну, у него и так сейчас миди... В принципе, на данный момент ему уже некуда идти. То есть, кстати, хорошая связка. Ииии... Подков от Леона. Эмбер преследует виндрейнджер до конца. Получает эффект. У него дабл дэмэдж, то есть урона очень много. Идут за Леоном. Леон хороший под сейв. Но если сейчас будет Шекл, можно еще на развороте что-то сделать. А где же Шекл? Где же Шекл? Вот сейчас можно было обвязать. И вот тот самый Шеклшот. Ииии... Ну, уже теперь Афена добивать. Ну, то есть, если он разменяется Леона в Эмберспирита, плюс добили Феникса. Это просто замечательно. Притом два фрага достаются именно виндрейнджер. За наглость наказали. И вот таким образом виндрейнджер занимает второе место по надворсам. И то есть, мы смотрим, идет Луна на первом месте по фарму. А дальше три героя команды Бейт. Какой-то Ракомакофо Юники, конечно, устроили сейчас в Миде. Нападали на Дэнди. В итоге Дэнди оказался в плюсе по итогу в этой драке. Ну да ладно. Там Драгон Ад тем временем сверху пытался вышку немножко пробить, пока есть форма. Но не успел ее забрать и вынужден возвращаться обратно. А снизу, тем временем, на Сёму. Нападение от Сёмы просто тоже убежит. Чантрас в Миде. И Чантрас привязали. И Чантрас забрали. Довольно легко. А Сёма решил все-таки фраг отдать, я так понимаю, для господина Анталанта. Вообще неплохо. Они разменяют. Был отличный шоклшот от Дэнди Рейнджер. И благодаря этому шоклшоту забирают у нас Драгон Найта. Ну и палец от Леона. Это минус Худвинг. То есть, одну Чантрас они меняют на ДК и Худвинг. И ДК, которая собирается через Блинк. Определенные минусы в этой сборке есть. Потому что ДК, он такой с левелом. В принципе, линию свою хорошо отстоял. Мы отмечали с тобой, что было большое количество Дэнаев. Но когда ты собираешься через Блинк, твоя скорость фарма, она очень высокая. И, соответственно, ты начинаешь в итоге проседать. Даже в сравнении с Тимбером мы вскоре это увидим. А здесь ДК не фармит. Блинк он до себя не доформил. И очень серьезно просядет по сравнению с Тимбером. Чуть попозже мы это заметим. Ну, то есть, даже сейчас меньше тысячи преимуществ за Юник до сих пор. Учитывая тот момент, что Тавр снесли бейты. Но Тимбер опережает Драгонайта. Не стал тебя перебивать. Там интересная дуэль была между Эмбером и Фантом Лансером, который по итогу Эмбер выиграл. Ну, там на Тоникова совсем было. И ППЛ умер, да? Да. Обидно, не хватило вот диффузов, судя по всему. Рановат, наверное, диффузов еще. Время-то. Не позволяет пока. Ну, если бы был фраг какой-то. Ну, и если бы были диффуза, понятное дело, ПЛ бы победил. Там сверху нападают на Тимберсо. Тимбер, конечно, плотный. Худ прожал. Не, урона столько у Белки, что... Вот мы играли не так давно в шоу-матч против стримеров, и там как бы Белка от Йонда нам показала, как там Урса может отлетать на, там, не знаю, 2 трети ХП. Легко вообще просто за ультимейт. Или там тебе за рассказ от Белки может в лицо прилететь там 1800 урона. Это, конечно, безумные цифры какие-то. Верхняя башня сил Тимбер разрушена. Ну, слушай, Белка вообще в, скажем так, прямых руках это очень сильное оружие. Герой, конечно, еще не раскрыт до конца. Я думаю, что в любых прямых руках любой герой будет хорошим оружием. Но просто количество урона, которое этот герой выдает, оно прям сумасшедшее, если честно. То есть поэтому я не удивлен, что все команды сейчас рейтят этого персонажа. Так, тем временем, Блинк наконец-то появляется у Драгон Найт. Да, и теперь можно будет самим как-то пытаться врываться, парням из команды Юник. Дополнительная опция. Полетел Феник здесь. Кого только нападают? Нападают, я так понимаю, на самих Юник сейчас, потому что здесь проблемы могут быть у Бигнума. Но это Ка врывается на Витрэнджер. Станчик пошел. Рядом находится также и Чантра. С фокус пошел по Драгон Найт. Но Эмбер Спирит в спину заходит на хосте. Забирают у нас Драгон Найта. Но в размер уходит, соответственно, Витрэнджер. Блинк дальше пытается напасть Тимбер с Тимберчейном. Но тут его привязали. Не подпускают время в никуда. Эмбер Спирит своими фестами еще очень неприятно делают. В итоге одного героя. Разменяли на двух. Соответственно, на мидера, на саппорта и третью позицию. Ну, примерно одинаковый размен. Если учитывать то, что, правда, у Луны все слишком здорово. А ПЛ тоже сделал фраг. Ну, фраг ты сделал. Но действительно отстает пока. Но, опять же, ПЛ еще пока не достиг той самой кондиции. У нее только диффуза появились. Вот сейчас берет себе, наверное, что-то на плотность какую-то. Судя по тому, что собирается себе кольцо регенерации брать. Возможно, это будет какой-то худ. Как многие предпочитают. Ну, видимо, придется ему это делать. Какой-то такой артефакт. Ну, конечно, хотелось бы сразу какую-то тарасочку и так далее. Ну, либо манта стайл тоже не повредил бы лишней иллюзии. Плюс что-то неприятное скинуть с себя. Работает вроде норм. Манта стайл появляется для Луны тем временем. Возможно, он просто запутал нас вот этим выбором кольца. И вообще передумает, соберет что-то другое. Там смог на смог у нас сейчас будет, я так понимаю. Потому что юники тоже разбивают смог. Идут в атаку наверх. И в верном направлении движутся. Либо же через Рошана. Нет, нет, все-таки хотят сделать фрак. Могут часто са найти, да. Са находят. Ну, окей, он и забрали. Легкой кровью отделались. Знают, где находятся теперь. И ПЛ себя покомфортнее на боте чувствуют. Потому что знают, где враги. В идеале бы, конечно, забрать вышку сверху Т2. Но они решают разбить еще один смог. И на неожиданности сыграть юник сейчас. ДК. Спадает форма. Находит у нас в итоге Тимберсоу. Неплохо. Не форма спадает, а смог спадает, к сожалению. Тимбер они так-то просто забрать, на самом деле. В итоге они не забирают. Приходится Фениксу ставить супернову. Энчантрас пытается разбить, но ей нужна какая-то помощь. Еще должен один удар. И Феникс и яйцо в итоге получается разбить. И Эмбер идет за Энчантрас. Энчантрас понимает, что маловероятно, что у нее получится уйти. И раздамажит хотя бы Драгонайта как можно сильнее. Но в итоге они разменяли одну Энчантрас на Феникса и Худвинг. Учитывая момент, что еще развели Феникс на яйцо с достаточно долгим кулдауном для бейтов, этот замес был в плюс. Немножко не повезло, на самом деле. Буквально одной секунды не хватило, даже меньше, наверное, чтобы супернова взорвалась. Если бы она взорвалась, то, скорее всего, бейты бы полегли. А в этой драке последней. Но действительно, для них эта драка это шанс. Хороший. Вернуться обратно в игру. Так, у нас там у Гостика проблемы сверху. Фокусит его ватсон, но есть ТП. Пока ТПшечка не сбивается, к сожалению, у Пэйла ничем. Нужно что-то себе собрать, наверное, в будущем. Возможно, будет башер какой-нибудь. Но пока планирует Яшу, видимо... Но если говорить о плотности, это все-таки будет, наверное, не Матта Стайл, а Сэнджин Яша. Как многие сейчас на Кэри любят собирать. Ну, вот, Сеня, смотри, ты говоришь, что команду он набрал из паблика, а не из первой сотки. Ну, потому что не всегда есть возможность. У него уже, знаешь, репутация, она тоже серьезно решает. И все игроки, они в чем-то из паблика. Team Spirit вообще никто год назад не знал. Посмотри, что сейчас сколько игроков... Сколько людей за них болеют. Я бы не сказал, что Spirit это сейчас прям какой-то... Команда новой эры, потому что я вчера комментировал матч, очень много брака, очень много ошибок. Поэтому, да, прям... Ну, неуверенная игра совершенно от них. Возможно, разыграются еще по ходу квалификации, но это... Пока не то прям совсем, что было, по крайней мере, на мажоре. Вчера не играли против... Пактчо? Нет. Я забыл, что вы играли, прикиньте. Ну, это случается ничего. А, против Winstrike, против Winstrike не играли. Ну, слушай, против Winstrike должны были уверенно сыграть, на самом деле, да. Ну, я бы не сказал, что это было уверенно. Достаточно много ошибок было, что на первой, что на второй карте, да, они отыграли 2-0, да, не сильнее, но не уверенно, я бы сказал. Прям не без брака. Поэтому... Лол, спиритов знали еще в 17-м году. Кого ты знал из спиритов в 17-м году? Какой состав ты знал спиритов? Вообще о чем? Мы говорим про игроков конкретно, а не про тег команды. Так-то в спиритах кто только не играл, если что. Это да. Да там все уже переиграли. Там даже Рамзе сыграл. Ну да. Так, пауза. Феникс вылезет. Ты знаешь, что у нас вчера было? Я вчера комментировала матч 5 на 4. Ну, это нормально. Тот самый матч, где они вчетвером выиграли. Выиграли, да? Да, они вчетвером выиграли, и у меня это уже, не знаю, какой вот матч за... Не знаю, почему-то у меня, когда кто-то вылетает, начинает играть вчетвером, они все выигрывают. Это реально очень забавно. Это не первая игра такая. Я не думаю, что здесь такое произойдет, потому что Феникс все-таки важный герой для Юник. Там вылетел мидер на второй минуте, чтобы ты понимал. Бывает. Паблики это плюс. То есть, если у тебя вылетает мидер, у тебя команда бонусное золото начинает лутать. Ну, так мидер это все-таки, ну, знаешь, любой герой, если вылетает, команда начинает лутать. Не, ну, ты всегда линию же можешь занять, условно, мидера, любым другим героем. Я вот почему. У меня был случай, когда один раз я играл в паблике, мы играли пять саппортов против пятерых кэрри. Игра была очень долгая, что-то порядка полутора часа. Но мы все-таки победили. Пять саппортов. Ну что ж, подождем. То, что в чате пишут, что Дэнди не хочет стареть и уходить саппорты, он десять раз уже говорил, что он не против идти саппорта. Просто не получается. Как-то, видимо, сам уже хочет поиграть, но не против, но не мог найти мидера подходящего. Я же там тренировался и в паблике играл на саппорте. Так, ну что ж, пауза у нас благо отжимается. Можно посмотреть, что у нас еще будет по игре далее. Но слушай, Пейл продолжает обрастать артефактами. Да, Луна фармит быстрее, безусловно, но Пейл так-то может и догнать. Вообще пока игра выглядит максимально равной. То есть один за десять. Сейчас, да, преимущество есть. Униник небольшое. И в целом, но посмотри, допустим, Луна немного ведет над Пейлом. С другой стороны, Винд Рейнджер немного ведет над Эмбер Спиритом. И уже хорошая разница между Тимбером. Вот я как раз вспоминала о том, что посмотрим, что будет дальше. Но разница между Тимбером и ДК, она будет только расти. И уже разница между Тимбером и ДК, она больше, чем две тысячи по золоту. То есть это уже серьезные деньги. И нужно быть поаккуратнее с Тимбером и с дальнейшим даже лейт-геймом, лейт-потенциалом, в плане того, что ДК будет только отставать. И будет ситуация у Тимбера улучшаться, улучшаться, а у ДК, соответственно, ухудшаться. До появления БКБ ДК будет очень серьезно страдать. У него статистика 0.2.3 сейчас. Дальше. Ага, у нас, подождите, у нас еще Луна вылетела. Потому что все повылетали, да, у всех какие-то фризы начались. Возможно, проблемы в Доте самой за счет того, что вышел Батл Пасс, вот эта обнова была. И как-то там подлагивает. Абсолютно верно. Вот я вчера после того, как вышел Батл Пасс, пошла играть, во-первых, еле-еле я сыграла Дот-Увент, потому что все постоянно вылетали и так далее. Потом сыграла одну игру в Доту. И очень многие игроки жаловались на то, что ФПС стал ниже, что, мол... Возможно, что-то, да, с этим связано. ...какие-то проблемы и так далее. Поэтому я уже ничему не удивляюсь. В принципе, паузы... Ну, ты же понимаешь, что у меня вчера была игра, когда тебе дают 15 минут паузы на команду, да, и, соответственно, враги тоже поделились паузой, чтобы человек успел. Ну, то есть 30 минут паузы, ты такой, жара, жареное солнце больших городов. Класс, ты человек на стриме. Да, 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 да. Я успешный комментатор, я понимаю, да. Я понял, да. И сейчас просто выходит обновление, и опять паузы. Но в этот раз, ну, нас 500 человек, ребята, и... Вау! Слушай, мне кажется, если бы ты подрубил этот матч просто на свой канал, было бы больше. Ну да, скорее всего, так и было бы. Если бы я еще... Там можно было бы включить, знаешь, вебку, в халате в каком-нибудь. Я еще постоянно хожу в ванную, потому что по-другому, ну, у меня нет кондера, вообще по-другому просто нет. Ну, купи себе... Есть же, знаешь, вариант небольшого, типа, домашнего кондера, ты водичку заливаешь в поддон, там вентилятор, он, типа, просто... У меня есть вентилятор, мне он вообще не помогает. Вот я... Он еще громкий какой-то. Так ты под него поставь чан с холодной водичкой, чтобы он его раздувал, испарял, вот этот прохладный воздух, гонял по комнате, и будет проще. У меня такое было, когда я вот жил тоже, снимал квартиру, и там не было кондиционера, очень помогало, прям там небольшой кубик такой, в поддон просто заливаешь воды, и он прям у тебя дует таким, не просто воздухом с улицы, да, а прохладным именно воздухом. Слушай, я попробую. Это очень хорошо работает. Так, ну ладно, тем временем играться продолжается, вышку пытаются сверху забрать Юник, и им этого, понятное дело, сделать бейт и не дадут, потому что уже идет перетяжка от них, и Юникам бы отступить, по-хорошему, Палантимас, здесь у нас пока тоже в лесочках бегает, ну что ж, давайте посмотрим, найдут или не найдут, вот в чем вопрос. БКБ появляется у Дэнди. Не, ну, с БКБ, кстати, на самом-то деле, они могут неплохо так подраться, только тайминговое БКБ появляется еще и у Луны, тоже момент нужно учитывать. 15 уровень Луна, 14 практически лаял у Виндрэндж, ну да, вот сейчас 14-ый допивают, и Дэнди нужно очень по таймингу нажать, это самое БКБ, чтобы не попасть под сразу, изначально, стану ДК, и вот, в принципе, Эклипс, луны, что ХП все равно не так много. урона у Луны. Так, ну и ответный смог от команды Юник сейчас в миде, в пятером, они идут в атаку, ну, я так понимаю, хотят подраться и забрать Рошана. План такой. Ну, у Фиру можно изначально подставиться, то есть, энчатерс так быстро не забрать. В принципе, есть вариант еще через Тимбера сыграть. Тимбер Саша Кая собирает себе шард. О, Пэл еще нету Манта Стайла. Вот с Монтой, конечно, гораздо проще будет подраться имбл до следующего файта Манта Стайла иметь. Ник из важных слотов. Солар на белке. Луна. В принципе, это сейчас в той кондиции, когда она очень сильно, вот это раннее БКБ, собственно, Манта и Мом, и она готова драться. Мне, конечно, очень нравится, когда у Луны еще имеется драгональденция пика, чтобы иметь возможность спасти себя самостоятельно, как я это называю. Не, ну, слушай, Бэл сейчас выформит какую-нибудь себе Тараску далее, и с ним будет сложно справляться. Он будет слишком плотный. Поэтому Бэйтом по-хорошему немножко потерпеть. Вот, не дать себя сейчас запушить, не байтиться на драке, ну, если только за Рошана, да, за какого-то, и дела-то в них более-менее должны быть. По идее, ПЛ должен будет уже достигнуть той кондиции, когда он будет сильнее, чем Луна, и в состоянии будет справляться с любым героем. Команда Юник. Так, ну что, Юники не смогли забрать Т2 вышку сверху, по итогу вынуждены отступать, к сожалению, для них. Но и на Рошана они идти боятся, поэтому, потому что чувствуют, что как бы бейты могут прийти и подраться за него. Единственное, что остается в сплитпусе сейчас может быть шекл, нет, не срабатывает. Ну и в принципе ДК без формы. Кстати, на самом деле бейты могут попробовать, да? Боковышка же есть. Ну форма, форма не сказать, что это прям проблема. Тут и Юники так-то без формы тоже могут попробовать кого-нибудь поймать. Такие как пока, я бы сказал, возня какая-то происходит. Понятное дело, что Юники очень хотят подраться. Кого-либо забрать. Во-первых, это позволит ли им либо пойти Рошана забрать, либо пойти наверх забрать Т2, забрать аванпост и уже потом пойти на Рошана, чтобы быть уверенным, чтобы тебя просто не окружать. Да, либо пойти по другую линию. Опять же, можно всегда пойти вниз, попушить, забрать Т1, можно забрать Т1 в миди попробовать. Вот они вот один раз попробовали, не смогли, можно вот второй как вариант. Ну пока все, что они делают, они бегают просто по карте. Бэл и Линзу собирают, это новая мета, я просто пропустила, Линза? Я не понимаю. Бэл? Да. Возможно, я что-то пропустила и мы сейчас окажемся... Надеюсь, что он не скрикнул, наверное, нет? Ну нет, у него есть шард, возможно, как раз таки под это... Я просто первый раз такой билд вижу сам, поэтому, сори, тоже не могу ничего добавить. Возможно, мы что-то упустили с тобой. У него есть, я говорю, шард, у него есть шард, у него вот это вот копье, которое отскакивает, и возможно, с Линзой, чтобы оно дальше отскакивал, он собирает ее себе сейчас, до этого. Мол, Линза... Я вижу только единственную причину, почему здесь Линзу можно собрать на КПЛ, чтобы усилить как раз копье с шардом. Все, ребята, уже видели такой билд? Феникса забрали. Ну, будут реализовывать этот момент как-то. Да, там таймер не такой... Вот как раз написали, через Актарин будет играться. О, слушайте, ну, интересно, я правда не видела такой билд. Типа копьем спамить будет. Ну, слушайте, ребята, это же, опять же, в каждой игре все собираются по-разному, и нужно, чтобы у тебя именно такая была игра. И это, несмотря на то, что я сейчас очень много в доту играю, у меня тоже таких билдов не было. Так, забирают у нас анчантрас, FN dominating, ничего в этом критичного нет, если чего-то не знать. Дотум стоим поменяется. Извините меня, я тут вчера с Вованом стоим комментируем, там у нас в миде противостояние Тинни против Дума, ну, я такой, знаешь, ну, типа, дефолтное противостояние безарморных персонажей, тут хоп, думаю, пять армора на первом левеле, чё? Это, и такое случается, когда в доте, ну, атак у нас, нападение на топе на Тимбера, Тимбер впитал полностью луны, ультимейт, отличный подкоп был от Леона, но будет ли какой-то дэмэдж заходить? И вот Виндренджер заходит в спину, пытается что-то сделать с Эмбер спиритом, но не делать это не так-то просто, это уже минус 3 от Юник, преследует дальше Фантом Лансер, связка от Белки, отлично, и Пэл отправляется в таверну без байбека от Винейтинг для Палантимаса, и это будет заход на хайграунд, учитывая, что ДК в форме, учитывая, что здесь находится Луна, которая ломает строение просто на ура, используется, конечно, Глиф, но они сейчас должны понимать, что Пэл не байбекается, и в принципе вообще никто не байбекается. Пока форма есть у Драгон Найта, точно нужно допушить. Они пойдут дальше, да. Да-да-да, конечно. Как минимум забирать Т3 барак, если успеет 2, в идеале. Ну, ключевой файл. Другую сторону все равно они забрать не смогут, потому что вышки все еще стоят, поэтому просто отступить, забрать аванпост и готовиться к Рошану, наверное, как вариант. Так вот, по правду думай, реально, я сижу такой, опа, а там 5 армора на первом левле. А я реально не помню, когда ему добавили, видимо, в последних патчах я где-то упустил, потому что я помню, что ему добавили, но у него сначала было 0 армора, а потом добавили 1, а теперь у него аж 5. И это вообще классный герой. Прошу прощения, заходить теперь на Рошана. На Рошана 5000 преимущества и сторона, но теперь будет и правда сложновато. Но Бейты хотят драться, БКБ прожимает, Драгонайт идет вперед, Луна также прожимает БКБ и просто будет добивать Рошана, как на самом деле на этом моменте, как бы она не прогорела, но заходит Тимбер и Палантимас подбирает все-таки Аегис. Сейчас можно забирать, забрали Тимбера, соответственно, теперь можно придумать что-то с ПЛом, ПЛ начинает драться, но отличная связка от Белки, очень много урона получает Куатсон, это мега килл для Палантимаса, Палантимас погибает два раза в отряд, два раза, соответственно, без Байбека, теперь и Аегис у нас на Луне, то есть Аегис, бабочка, она может у себя практически, ну ладно, тут еще очень много остается до Сатаника. Очень странный вывот Леона, что хотел-то, Са, сделать, я не понимаю. А вот Светренджер хотели попробовать быстро, возможно, кого-то убить, ну я что-то слабо в это верю, если честно, это какой-то мув отчаяния был от него, в общем драки очень плохие бэйт проводят, видно, что они, такое ощущение, что они понимают, что им надо делать в какой-то момент, и пока драк не было, они в принципе более-менее фармили, но вот этот Билл Пэлла через Актарина, это конечно интересно, но я бы голосовался еще за Тараску для него, дефолт, чтобы ты был просто жирный и все. Не буду тоже собирать Актарину, а уже передумал, я к тому, что вот сейчас бы была Тараска в прошлой драке, было бы наверное попроще, ну Тараска ладно, вряд ли бы там была, но хотя бы она ее собирала бы, очередной Ривер хотя бы был бы, да, уже был бы пожирнее, но это очень странное решение, плюс шар. Опять же вот, видишь Тимбера второй раз подставляется, то есть он только подходит, и его сразу же убывает за счет утимейта луны, ну то есть это минус вторая сторона, в принципе, даже Аегис они не отдали за вторую сторону, и Луна сейчас просто рейт-кликом покупает себе Сатаник. Да, все, ее теперь не взять, теперь сложновато будет зафоксить как-то, одну кнопку нажимаешь, тычку дал, головы разлетелись, и ты уже фуловый, просто с тобой бороться бесполезно, пока действует, по крайней мере, Сатаник. Ну и последнюю сторону, видимо, сейчас будут доносить Юник, поэтому бы подсобраться, наверное, попробовать смог и последнюю драку навязать какую-то. Слишком много они отдали за эти два файта, то есть вот это вот, конечно, ладно, там они, допустим, каким-то чудом, не знаю, отдали вот эту первую сторону, но подрались хорошо на Рошане, и Аегис достался Пэллу, и ты как бы можешь в такой ситуации камбэкать, но в данной ситуации они подрались супер плохо на топе, и еще супер плохо подрались за Аегис, соответственно, и тут уже и вторая сторона полетела, и преимущество 114 тысяч, и вот держались-держались они по нетворцам, держались-держались, ну вот, в принципе, и додержались. Два раза очень быстро получается убить Тимбера, это, конечно, очень важно, потому что Тимбер должен был как можно дольше впитывать, возможно, стоило пай для конца собрать, не знаю, потому что там весь Экрипс лунг постоянно, начинается у нас замес, БКБшка пошла АДК, подцепили Дэнди, на Дэнди прожимает БКБ, пытается отойти, Энчантрас себя очень много впитывает, Леон отправляется Тайернолеон, Байбек, это забирают Энчантрас, Энчантрас также Байбек, это минус 2, ФН уже сдверствует, Эмперспирит отходит, Супернова была потрачена, забирают у нас Виндрэнджер, Виндрэнджер также после Байбека, это минус 3 Байбека, у нас сейчас пытаются от зони что-то придумать с Луной, но Луной еще имеется, БКБ, Сатаник, Аегис, она одна отгоняет просто четверых игроков команды Бейб, и ПЛ отправляется в Тайернолеон, у него также имеется Байбек, Виндрэнджер погибает после Байбека, Шеклшот, Тимбер пытается отойти, но Фейр дерется до конца, погибает у нас Эллион после Байбека, и погибает Энчандрс после Байбека, Гостик, ультра килл, дайте, пожалуйста, Гостику Рэмпадж за все старания его на ДК, за Блинк и так далее, ну, судя по всему, не дадут, два героя у нас живы-здоровы, Аегис еще есть на Луне, Луна просто дерется, ПЛ получает стан, и теперь можно дать этот фраг ДК, но нет, все-таки, а дают этот фраг Бигдому, ничего страшного, геймоплея прописывают Бейт, первая карта уходит в копилку Тимбик. Ну, что сказать, до тех пор, пока у нас не началась контактная Дота, да, пока не начали двигаться команды по карте, игра оказалась более-менее равной, да, даже в какой-то степени я бы больше отдавал предпочтение Бейтам, да, в рамках линий, но как только дело дошло до драк, 5 на 5, прям видно, насколько в каждой драке Бейт слабее, и причем не сказать, что они слабее из-за того, что у них драф слабее, просто из-за того, что они играют хуже, вот и все. Ну, в принципе, я с тобой согласна, то есть в замесах чувствовалась какая-то несобранность, можно похвалить Имперспирита, 11, 16 играл ФН на этой карте, ну вот на топе, в принципе, фармили-фармили, как бы, да, и один момент, который решил все, в принципе, Ну, и опять же, спорное решение, спорное решение, я не особо много играю на Фантом Ланцере, наверное, это лучше спрашивать у какого-нибудь профессионального игрока на кэри, но в данной ситуации билд через шард с Актарином, по-моему, очень странно смотрелся, здесь нужно было собираться максимальную плотность и играть через дефолтную Сатани, ой, не Сатани, точнее, Тараску, потом Эбисол Блейд, чтобы был контроль, ну и все, как бы, тогда уже с тобой сложнее было бы бороться гораздо, вот в этой игре, не знаю, но это вот мое мнение такое. Ну что же, мы уходим на небольшую музыкальную паузу, не забывайте, дорогие зрители, что партнером трансляции является Лига Стал, для вас комментируют Мила и Джейм, вернемся к вам очень-очень скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!